Буквально два снаряда, когда военные действия у нас проводились, когда военные действия у нас проводились. И найти организацию, которая это все сделает. А сколько стоит этот проект? По предварительным данным говорят, что полмиллиона гривен. Это только на клуб? Только на клуб, да. Здесь должно быть все, как говорится, и окна, и освещение, и отопление. В любом совете, лоббируются интересы только какой-то бизнес-группы. А что это такое? Не становится, пусть они развивают, я только буду дать, потому что это пойдет вам. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, Алексеевич. Вот скажите, правда говорят, что у вас был суд недавно по картам? По картам? Да. Вы же знаете, что вы на всех судах присутствовали. Да, я присутствовал, и там около трех часов видеозапись, как вы играете. Значит, смотри. Приехали, видите, сколько кинокамер. Они хотят сделать определенную картинку. Сегодня, то, что сегодня показывается, пишется, сегодня мой год, год моей жизни, послевоенный. Если люди, которые меня не знают, наверное, посчитают, что какой-то криминальный авторитет перед вами стоит и выступает. Я нормальное образование получил. Мне не стыдно за 12 лет своей общественной работы, которую я провел в городском совете, и то, что оно и сделано. Помощь, еще раз говорю, а вы обратитесь в интернаты, обратитесь в школы. Пойдемте сейчас по селу, можно вас перебить? Да, вы потом расскажете людям, что я сделал в этом сирене. Пойдемте, я не буду говорить, что вы сделали, что сделали депутаты, послушайте, я зампредседателя микрорайона здесь. Вот послушайте, не надо популизма. Пойдемте по селу, и мы сейчас увидим. Один депутат приехал, сделал, другой, пошлите, пошлите по селу. Как делали дороги, и все, пойдем. Сейчас пойдем, сейчас пойдем. Предложение. Теперь послушайте эту команду. Ребята, у вас выходите на сцену. Вася, выступайте, выступайте. А я за Савченко ничего не говорю. Минуточку внимания, я вам скажу. Вадим у Васи был несколько раз. Надеялся, что Славянс проживет сам. Чтобы закрыться, у вас сейчас открыто. Я хотел бы спросить, что ей здесь делать. Она что, баллотируется у депутатов? Непонятно. Пришли на встречу с Королевской. А что вы хотели у нее спросить, что вас интересовало бы, если бы она сюда приехала? Мне хотелось бы спросить, как она помогла нашей школе, 21-й. И что планируется в следующем году, потому что у нас проблема, у нас нет забора. В общем, школа недоделана. И хотелось бы спросить, как эта проблема будет решаться. И спросить, что она сделала уже. А вы местная, вы видите, что уже? Я работаю. И что уже? Ничего. Обещали что-то делать, да? Ну, как бы да. Помогать и школе, и поселку. Обещали, приедет Королевская, да. И мы приходили на Королевскую. А что она не приехала, без понятия, нам никто не объяснил. А что вы у нее спросить хотели? Ну, что бы я спросил. Ну, самый главный вопрос, это тот, что вы были при власти, и почему мы так живем до сих пор. Вот это главный вопрос. Потому что она при власти была, при Януковиче. Она была при власти, да даже сейчас она в депутатах. Но толку я вот смотрю, вот они здесь находятся, а проблемы не решаются. Сколько домов конкретно, вот она пускай бы ответила, сколько домов восстановлено было. Вот церковь, я могу сказать, церковь Благая Весть, по-моему, или Эммануил. Вот они конкретно восстановили по нашей улице дом. Они табличку приделали, да, и восстановили. Вот я им говорю спасибо. А вот конкретно, вот пускай бы они ответили, не то, что они обещают, а то, что они сделали. Вот нам надо, что они сделают. Мы уже дошли до тех времен, что нам надо что-то делать, а не обещать. Обещаниям мы уже не верим. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Дужество Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...